В эфире телеканала ЛРТ программа «Итоги» в студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте! Вначале коротко о том, чем запомнилась эта уходящая неделя. Первомай. Переплетение традиций. Как отметили праздник труда и весны в Люберцах. Видели, расскажем. Одна победа на все поколения в память о войне в Люберцах поддержали акцию «Георгиевская ленточка». Еще прокатимся. В округе приступили к ремонту дорог, где уже кипит работа. Протест жителей услышан. Закрыт мусоросортировочный комплекс. Какие перспективы, мы выяснили. В национальных традициях в праздник Лакба-Омер еврейская община округа провела традиционный парад. А теперь обо всем по порядку и более подробно. Как встретишь май, так его и проведешь. И судя по насыщенной праздничной программе и настроению, Люберчан, первомай в городе запомнится надолго. Наши корреспонденты пообщались с теми, кто любит праздновать и отдыхать активно. Одними из первых праздновать начинают самые быстрые, ловкие и выносливые. Задача у нас сегодня непростая. Дистанция 5 километров. Первомайский заобег на Наташинских прудах начали самые маленькие люберчане. После стартовали и взрослые. Пятикилометровый маршрут прошел вокруг всей территории парка. В марафоне поучаствовали заядлые спортсмены и те, кто всегда живут под руку со спортом. Обычно я бегаю один, а сегодня просто решил с ребятами познакомиться вообще, потому что уже не первый год бегаю в Люберце. Вот, в принципе, вот задача была такая на сегодня. Праздничный заобег – это не просто марафон. Это так называемая проба пера международного движения «Парк Кран». Его придумали англичане с целью поддержания интереса к здоровому образу жизни. 26 мая к проекту присоединятся и люберцы. «Парк Кран» Наташинский приглашает всех на командные бесплатные марафоны. Несколько сотен парков по всему миру бегут каждую субботу в 9,5 километров. Это абсолютно бесплатно. Каждому может присоединиться. То есть темп не важен. Главное – пробегите, как сможете, пройдите. Главное – свое удовольствие вместе со всеми. Занятие спортом – это поддержание, в первую очередь, физической активности, физической составляющей. Ну, во-вторых, это и психологическая составляющая также важна. Особенно после работы очень трудно переключиться. И бег, и любой спорт, я думаю, этому очень способствует. Естественно, это атмосфера, это дружеская такая беговая семья. Вот, это позитив. Ну, и мы уже вместе встречаемся, бежим. И у нас общие беговые планы, общие соревнования. Удивительны эти птицы-голуби. Издревле они ассоциировались с гармонией и умиротворением. И считаются символом 1 мая. В этот праздник их принято выпускать в знак мирных намерений. В знак солидарности всех трудящихся выпустить на волю белых птиц мира вышел глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Раз, два, три! Летите голуби, летите! А 1 мая в Люберцах отмечаются размахом. В Центральном парке собрались жители со всего округа. Глава округа выразил слова благодарности всем пришедшим и поздравил с праздником. Все здесь есть для того, чтобы мы могли отдохнуть, набраться сил, повстречаться с друзьями. Я всем желаю хорошего настроения, хорошего сегодня отдыха и слава Люберцам! Гости праздника разных возрастов и национальностей дружно танцевали под песни народных коллективов. Молодежный парламент городского округа Люберцы также порадовал собравшихся танцевальным флешмобом. А для самых маленьких устроили кукольное представление. Ну как думаешь, Миша, мы хорошие друзья? Я уже решил! Я не хочу иметь дело ни с вами, ни с вашими сигаретными друзьями! Май – это время природы, свежего воздуха и буйства цвета. И пока еще живые цветы не успели распуститься, на Ташинском парке делают бумажные и сладкие. Творческие мастер-классы в этот день стали центром притяжения для малышей и их родителей. На одной из площадок рукодельники мастерили оригинальные поделки – цветы со сладким сюрпризом внутри. Детки хотят сделать вкусные, прекрасные подарочки себе и порадоваться в эту теплую погоду. Погода нас радует, дождик прошел и освежил все. День чудесный! Другую площадку организовали талантливые представители сообщества «Мамы офлайн». Участникам они помогали собственными руками сделать весенние открытки. Создаем с детками и взрослыми цветочные открытки из бумаги, причем 3D-открытки. Мастерим, учимся складывать листочки, мелкая моторика у деток развивается, настроение прекрасное. Плюс ко всему открыточки забирают с собой, мы их подписываем, их можно подарить родным и близким. Мастер-классы всегда востребованы. Это способ общения, способ отлично провести время, а в нашем парке еще и на свежем воздухе. Какое первое мае и без шашлыка ловки повара представили широкий ассортимент блюд на мангале. Это и шашлык из свинины, из птицы, из рыбы и, конечно же, запеченные овощи и картофель. Сладкая вата, соленый попкорн, карамелизированные яблоки, всевозможная выпечка. Обилие блюд на любой вкус. Но настоящим гвоздем праздника стал огромный русский самовар, специально привезенный для люберчан из Тулы. Самовар предназначен для праздников, для больших. В нем 300 литров. Это чемпион мира прошлого года в номинации «Самый высокий самовар». После сытного застолья пора и подвигаться. Для детей на территории Центрального парка установили всевозможные аттракционы. Каждый ребенок смог выбрать развлечение по душе. Покататься на каруселях, пострелять в тире, попрыгать на батуте. Первомай объединил жителей и гостей люберец. Что для вас Первое мая? Мир, труд, мяу. Детство. Советское. Демонстрации. И вообще праздник. Семейный праздник больше всего. То, что мы вместе собираемся. Это для нас Первое мая. Мир, дружба. Самое главное, что есть у нас должно быть в жизни нашей. День весны – это день труда. Ну и просто отдых. Для многих Первое мая – самый любимый праздник. Ведь он считается символом начала тепла и солнечного света. А для россиян это еще и начало майских каникул. Поэтому те люберчане, которые не уехали на природу, гуляли в парках на полную катушку. Конечно, невозможно не любить весну. Прекрасная погода, зеленеющие деревья, хорошее, отличное настроение, детская радость. Очень рады открытию паркового сезона. Наконец-таки потеплело. Очень рады открылись все аттракционы, кафешки. Всегда приходим всей семьей. Очень рады гуляем, вкусно покушать, интересно провести время. Много мастер-классов, много концертов. И очень рады. Я очень рад, что в настоящее время открылись все парки. Такая чудесная летняя погода. Поздравляю всех люберчан с праздником. Аттракционы, сладости, вкусности, веселые ростовые куклы, анимационные программы. Первомай в Люберцах обеспечил всем и каждому хорошее настроение. А в центре города люберчан и гостей округа ждала еще и концертная программа. Не только в парках отмечают жители Люберец Первое мая. Сегодня, можно сказать, гудит весь город. Так перед Дворцом культуры проходит веселый праздничный концерт. Дарили хорошее настроение жителям десятки ребят, исполнившие свои зажигательные номера. Для маленьких зрителей сотрудники Дворца культуры устроили танцевальные мастер-классы. В общем, праздник удался. А что может быть лучше, чем улыбки людей, проживающих в мире согласия и единстве? Мария Кузьмичева, Анна Троян, Сергей Гвоздев, Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Акция памяти. Студенты Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина присоединились к Всероссийскому движению «Георгиевская ленточка». Волонтеры вручали своеобразные символы победы у памятника Великой Отечественной войны. С каким настроением жители округа ждут главный праздник страны, узнали наши корреспонденты. Не только символ воинской доблести, но и самый простой способ сказать спасибо за победу. Георгиевскую ленточку принято носить на левой стороне груди. В знак того, что подвиг советских защитников навсегда в наших сердцах. Эта патриотическая акция уже давно стала традицией и неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Ежегодно накануне 9 мая улицы буквально пестрят черно-оранжевыми ленточками. Как так волнительно, вы знаете, прямо иду, вот у меня мурашки. Волонтеры из Люберецкого техникума имени Гагарина на один день отложили учебу и распределились на разных точках городского округа. План работы – раздать порядка тысячи георгиевских ленточек. Это память об истории, о наших предках, во-первых, в первую очередь. О том, что они склонили головы и положили жизнь за нас. Они сами добровольно решили быть волонтерами. Прошли учения, целый год мы обучались этому. Завершающим этапом был социальный проект. Мы в этом проекте победителями стали Московской области. У памятника первому космонавту в Люберцах тоже было оживлённо. Учащиеся техникума и здесь раздавали георгиевские ленточки. Для студентов второго курса Евгения Аксёнова символ победы связан с личной историей семьи. У меня георгиевская ленточка – это символ победы в войне. У меня дед воевал. Считайте, когда не отдаю. Люберчане с удовольствием принимали участие в акции. Спасибо, благодарны. Всё-таки не забывайте нас. Символ победы получают не только прохожие, но и автолюбители, пока стоят у светофора и ждут зелёного сигнала. Акцию завершил праздничный концерт, который развернулся прямо на площади у мемориала «Вечный огонь». Песни военных лет, стихи и даже выступления лошкарей. Всё это заставляло прохожих остановиться, на несколько минут забыв о делах и времени. Не могли не остановиться. У нас в семье тоже есть погибшие, есть ветераны. Такие праздники, пускай со слезами на глазах, но они должны быть обязательны. Праздничная атмосфера не давала устоять на месте, а ноги сами шли в пляс. Но главное, что выступления молодых людей тронули сердца тех, для кого и был организован концерт ветеранов и детей войны. Я им очень благодарна, очень хорошо они подготовились, и маленькие дети, и студенты. Всем им большое спасибо. Кульминация праздничного дня – возложение цветов у Вечного огня. Студенты, старики и дети несли цветы, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь, спасая Родину. А запущенные в небо воздушные шары напоминали нам, что жизнь – такая хрупкая вещь, должна быть свободной. Луиза Игазарян, Александр Атамей, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжая тему, отмечу торжественный салют 9 мая прогремит на восьми площадках городского округа. Люберчане смогут увидеть фейерверк в Центральном и Наташинском парках. Но места для запуска пиротехники предусмотрены во всех городских поселениях. Жители Малаховки смогут посмотреть фейерверк на стадионе труда, также в парке культуры и отдыха. Для красковчан салют будут давать у Большого Красковского карьера на улице Школьная, а также в деревне Марусино на территории 59-й школы. В Томилине запуск пиротехники предусмотрен во дворе гимназии номер 18. А для жителей Октябрьского победный салют прогремит со стадиона Балятина на улице Текстильщиков. На всех восьми площадках праздничный фейерверк начнется одновременно в 22.00. Луиза Игазарян, телеканал ЛРТ. Люберцы станут зеленее, а значит еще красивее. 12 мая во время проведения ежегодной акции «Лес Победы» жители городского округа высадят саженцы клена, рябины, акации и многих других декоративных растений. Зеленые насаждения украсят дворовые и общественные территории во всех поселках. Всего во время акции планируется охватить более 100 дворов. Ожидается, что в Люберцах на придомовых территориях посадят 900 молодых саженцев. Кроме того, по 100 новых деревьев появится в каждом поселке городского округа. Посадка зеленых насаждений предусмотрена и на общественных территориях. Так, масштабная патриотическая акция пройдет в Центральном парке на проспекте Победы, на аллее Локтионова возле реки Чернявка у храма в Октябрьском и в Томилинском парке сказок. Традиционное участие в акции «Лес Победы» примут управляющие компании, ТСЖ, а также сотрудники администрации, социальных учреждений и предприятий. Для жителей подготовят посадочный материал, инвентарь, музыкальное сопровождение и торжественные мероприятия на дворовых территориях. А теперь к делам насущным. В городском округе Люберца приступили к текущему ремонту дорог. Планируется обновить порядка 38 участков, а это около 25 километров дорожного покрытия. Качество выполнения работ на улице Советская в Малаховке уже проверил Владимир Ружицкий. У нас идет выравнивание грунтовое, потом укладывание крошкой, вместе с эмульсией и утрамбовкой. Мы выберем хорошую погоду летом, чтобы жара стояла, и пройдем так, чтобы уплотнение было. Утро для работников дорожной компании сдалось не только теплым и солнечным, но и весьма активным. Дело в том, что начался текущий ремонт дорог по всему округу. Старт наметили на улице Советской в Малаховке. Проинспектировал начало работ глава городского округа Владимир Ружицкий. Нам удалось в прошлом году сформировать перечень дорог, определиться с деньгами, потому что мы же не в состоянии заниматься ремонтом всех дорог самостоятельно. Эти все работы проводятся совместно с правительством Московской области. Поэтому были выделены деньги и у правительства Московской области, были деньги заложены в нашем бюджете. Мы провели аукцион. 38 участков автомобильных дорог общей протяженностью около 25 километров, по словам Владимира Ружицкого, будут отремонтированы в этом году. Работа строится в два этапа. В первый этап войдут 20 дорог общей протяженностью 11 километров, во второй – 18. Их протяженность порядка 14 километров. Эта работа производится каждые пять лет и является лучшим источником восстановления дорог. Это не ямочный ремонт, это не какие-то там мелкие ремонт картами, а полностью будет заменено покрытие. К концу мая в Малаховке завершатся работы по ремонту дороги на улице Советская. Также будут сделаны улица Почтовый тупик и улица Герцена. Стоимость работ по городскому округу Люберцы составит чуть более 160 миллионов рублей. Финансирование будет проходить за счет субсидий и Дорожного фонда Московской области и местного бюджета. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Цель достигнута. Мусоросортировочный комплекс в промзоне деревни Машково, который изматывал местных жителей ужасными запахами, закрыт. Что будет на этом месте и готовы ли собственники смириться с прекращением деятельности, в ситуации разбиралась Мария Кузьмичева. Мы будем ходатайствовать об отмене лицензии. Мы тоже будем ходатайствовать, чтобы не отменяли. Раннее утро. На территории мусоросортировочного комплекса страсти кипят не по-детски. Дело в том, что здесь прошла проверка по факту его закрытия. В ней приняли участие сотрудники управления окружающей среды городского округа Люберцы, депутаты и местные жители. Мы посмотрели, что действительно с данной территории мусор вывезен. На данной территории мусор не размещается. Сортировочный комплекс у нас не работает. То есть предприятие закрыло свою производственную деятельность на сегодняшний момент на данной территории. Напомним, 11 апреля 2018 года было проведено комиссионное обследование мусоросортировочного пункта ООО «Экострой Прогресс», в ходе которого были установлены нарушения требований земельного и природоохранного законодательства. А именно, нецелевое использование земли и нарушения в части размещения отходов. Сейчас в правительстве проводятся работы по полигонам, по размещению отходов. А также задействованы все и проверяются все мусоросортировочные комплексы. Наталья Туликова с 2003 года проживает в Краскове. Это в одном километре от этого места. А с 2012 года в СНТ «Долина». Как признается жительница, от большого потока машин и неприятного запаха страдает огромное количество людей, проживающих неподалеку. С закрытием свалки в Балашихе здесь до невозможного объема увеличилось поступление мусора. В понедельник свозится пищевка со всех домов, с Москвы. И получалось, что за 10 минут я насчитала 17 машин. 17 машин пришли, 17 машин разгрузили, 17 раз подняли чаек на полигоне. Как утверждает Наталья Турова, именно так проходит каждый понедельник. Она отмечает, что на даче уже ничего не выращивает. Шум, неприятный запах на протяжении всего дня. От скопления и несвоевременной переработки отходов страдают жители трех СНТ – «Надежда», «Дружба» и «Березка». Как утверждает владелец земли, он своими силами решал накопившиеся проблемы. При этом уверяет, что деятельность его организации должна быть возобновлена, так как все необходимые документы и лицензии у него есть. Будем разбираться с администрацией, с связки. Пусть они смотрят на нашу документацию. Правомерно она, не правомерно. Я думаю, разберутся, поймут, что все промоемерно и, наверное, они опять приступят к работе. Депутат городского округа Люберца Ренат Бадаев утверждает, что у любого юридического лица есть право оспорить данное решение. Но рейды по выявлению нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования будут продолжаться. Естественно, этот вопрос будем держать на контроле для того, чтобы данный земельный участок использовался по назначению. Никаких бытовых отходов, свалок здесь не было. Что будет на этом месте, решится позже. Но ясно одно, что склады останутся за собственником. И если владельцы земли хотят возобновить свою деятельность, они сначала должны получить разрешительную документацию у контролирующих и надзорных органов. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Вы смотрите итоги на ЛРТ. Сейчас к другим темам. В Малаховском музее истории и искусств прошло мероприятие для учеников местной школы-интерната четвертого вида под названием «Звезда Победы». В преддверии 9 мая ребят познакомили с судьбами героев Малаховки. Кроме того, на мастер-классе они своими руками смогли смастерить звезду из георгиевских лент. В Малаховском музее истории и искусств непривычно шумно. Здесь воспитанники школы-интерната четвертого вида, для которых сотрудники музея подготовили патриотическое мероприятие под названием «Звезда Победы». Мы в преддверии великого нашего праздника, 9 мая 1945 года. Это считается день всемирной, можно сказать, исторической победы нашего народа и ее вооруженных сил над фашизмом. И именно мы хотели бы сегодня рассказать детям о подвиге не только нашего народа, но и наших односельчан. Один из героев Малаховки Юрий Ломакин. После летного училища он ушел на фронт, где был взят в плен и отправлен в концентрационный лагерь в Бухенвальде. Там он геройски погиб. И он бросается на эсэсовца, выхватывает ему хинжал, убивает, но в то же время его убивает. Такой был великий поле. Следующая часть программы – знакомство с георгиевской лентой. Оранжевый цвет – это цвет золота или желтый. Золото – это значит самое высокое звание. И черный – это дым войны. Вооружившись георгиевскими ленточками и клеем, ребята своими руками пытаются сделать звезду победы. Наши детки слабовидящие и привыкли мир ощущать. И то, что сейчас детки наши работают, занимаются с интересом, это очень для них полезно и познавательно, и увлекательно. Меньше недели остается до 73-й годовщины победы советской армии над фашизмом. Акция «Бессмертный полк», праздничные концерты, спортивные мероприятия, исторические викторины и многое другое ждет Люберчан 9 мая. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Захватывающая борьба, где требуется не только сила, но и широкий кругозор. Уже во второй раз на базе 11-й школы прошла военно-спортивная игра «Кубок цунами». Юным участникам предстояло выдержать сложнейшие испытания на ловкость, выносливость и знание истории города. Полоса препятствий на Кубке цунами – это вам не стометровка. Самое сложное по выполнению задание далось тяжело практически всем участникам. Тут и преодоление веревочных переправ и лабиринт, стенка с препятствиями, змейка, бросок гранаты и в завершении стрельба в мишени. Также успешно, как и с полосой препятствий, команда 12-го лицея «Арсенал» справилась и с пинтболом. Ребята не новички в этом деле. Ко всем испытаниям были готовы. Мы заряжаемся друг к другу. Каждый из нас поддерживает друг друга. Это командная работа. Соревнования мне очень нравятся, да и ребятам тоже. Это какое-то разнообразие в жизни. Это украшивает жизнь. Кстати, в этом году задания оказались не только сложнее, но и гораздо интереснее. Юные патриоты провели целый день под открытым небом. Состязались в различных видах стрельбы, в испытаниях на скорость и выносливость. Еще одно нововведение соревнований – исторический конкурс с географической изюминкой. В этот конкурс, в этом году я добавил один вопрос, загадку. Касающийся исторических мест города Люберцы, непосредственно памятников воинской славы и воинской доблести. А еще кубок цунами – это сборка-разборка автомата Калашникова, пистолета Макарова. Состязание на умение завязывать туристические узлы. Стрельба в интерактивные мишени. Всего участникам соревнований предстояло пройти 11 этапов. Проводится для военно-патриотического воспитания наших ребятишек, для того, чтобы они росли настоящими патриотами нашей Родины. Ну и, естественно, чтобы повышали свою физическую подготовку, также свое умственное развитие, чтобы были разносторонние развиты. За второй кубок цунами сразились 12 отрядов юно-армии городского округа Люберцы. Главный трофей вновь достался команде хрупких девушек из школы хозяйки мероприятия. Молодые патриотки уверены – секрет успеха в регулярных тренировках. Мы на протяжении всего года занимаемся, и какой-то особой подготовки именно перед соревнованиями у нас, по сути, нет. Потому что мы это все делаем на наших тренировках, потому что это кубок нашего клуба, и для нас это главное соревнование на протяжении за весь год. Второе почетное место досталось воспитанникам Феникса из 52-й школы, а третья призовая награда – Арсеналу из 12-го лицея. Патриотическую традицию кубка цунами организаторы продолжат и в следующем 2019 году. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Искренность всегда привлекательна, особенно когда речь о творчестве. Концерт авторской песни Марии Маховой прошел в библиотеке имени Сергея Есенина. Перед люберчанами она выступала впервые, но души слушателей и поэтессе удалось затронуть несомненно. Писатель, поэт, преподаватель и режиссер – все это совмещает в себе Мария Махова. В библиотеке имени Сергея Есенина она провела концерт авторской песни. Под аккомпанемент гитары и альта она исполнила для люберецких слушателей собственные произведения. Мария Махова до этого концерта многие знали лишь с одной стороны – в качестве поэта. А с Маховой исполнителем некоторые познакомились впервые. Также помимо обычных гостей в этот вечер в зале присутствовали и ее давние поклонники. Вот эти роковые нотки, они мне очень нравятся, конечно. И энергия, вот она захлестывает. Понятно, что вот ее поэзия, она настоящая. Это переживание сердца, вот как раз переживание ее сердца, оно затрагивает и мое сердце тоже. Поэтому, конечно, ну это сокровенно, вот в ее стихах как раз сокровенно. И, конечно, может быть какое-то совпадение мировоззрения. Отмечу, подобные творческие вечера библиотека имени Сергея Есенина в Люберцах проводит регулярно. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А сейчас еще об одной традиции. Теперь уже национальная еврейская община округа отметила праздник Лакбаомер. Он прошел в Малаховском парке культуры и отдыха. Примечательно, что на это торжество помимо евреев пришли и приверженцы других культур и вероисповеданий. Подробнее о национальном колорите и сути праздника расскажет Мария Антонова. Так под стук барабанов и песен представители еврейской общины выдвинулись до Малаховского парка культуры и отдыха. Вообще Лакбаомер празднуется в честь иудейского мудреца Раби Шимона Бар Йохая, который жил и учил заповедям Торы, священного писания. Поэтому для евреев это один из важнейших праздников. Этот праздник для меня лично означает, что мы всегда должны стараться и думать, как мы сделаем этот мир лучше и жить не ради сам себе, но ради других евреев и вообще ради других людей на свете. На Лакбаомер главными действующими лицами стало подрастающее поколение. Дети не только шли во главе парада, так и первыми участвовали в развлечениях, которые проходили в Малаховском парке культуры и отдыха. На праздник помимо иудеев стали собираться и жители Малаховки других вероисповеданий, которые захотели узнать чуть больше о культуре своих соседей. Так как мы являемся жителями Малаховки, то, конечно, было бы интересно узнать, когда это проводят, кто участвует. Я за дружбу народов, поэтому хотелось бы узнать поближе традиции, праздники, быты и так далее. В этот день помимо парада в парке культуры и отдыха всех гостей праздника ждали многочисленные развлечения, фокусы, конкурсы, а также стрельба из лука. Так, благодаря национальным праздникам, люди других культур и вероисповеданий узнают друг о друге чуть больше. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Да, очевидно одно, добрые традиции не имеют национальной границы. Это уже само по себе прекрасно. Ну что ж, таковы главные события уходящей недели по версии информации службы информации телеканала ЛРТ. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачных выходных и до встречи.